Всем привет! С вами Евгений Тюргашкин и программа «Мегалада. Рождённые побеждать». 19 июня в рамках очередного этапа командного чемпионата России тольяттинская команда «Мегалада» встретилась с командой «Башкирия» из города Октябрьский на Тольяттинском стадионе СТК имени Анатолия Степанова. Подробности соревнований, комментарии главных героев смотрите в нашем репортаже. Очередной соперник «Мегалады» спортивный клуб «Башкирия» в своей более чем полувековой истории знавал и взлеты, и падения. Наиболее яркий период у команды из Октябрьского пришёлся на конец 90-х, начало нулевых, когда на клуб обрушился нефтерублёвый дождь от щедрого спонсора. В те годы башкирские мотоатлеты сумели выиграть три командных чемпионата России, но, как нередко бывает в нашем спорте, вскоре хлебосольные годы сменились жёсткой диетой, и коллектив из Октябрьского едва не канул в лету. Сейчас лихолетие у башкирской дружины осталось позади, и она вновь входит в число лучших в стране. В отчётной гонке «Башкирия» выглядела вполне достойно, чем заслужила симпатии болельщиков. Сам стареется, но болеют за противоположную команду, потому что они отстают. Хотелось бы зарелечить. Тем более, последняя гонка была зелёный нашлемник, «Жокер», как его назвали, сделал всех. Это было красиво. Продолжаем болеть за «Мегаладу», но и поддерживать противоположную команду. Спорт есть спорт. Меж тем, начало гонки «Мегаладе» лёгкой жизни не обещало. Соперники на старте сумели навязать борьбу капитану тольяттинцев Андрею Кудряшову и заставили того чуть понервничать. Ситуация такая, что дорога в этом году очень быстро меняется в Тольятти, потому что в связи с чемпионатом мира тут каждый раз что-то сыпят. И немножко не попадая в настройки, например, если вспомнить гонку с «Мегаладой», то есть у меня вообще были проблемы. Я не разучился ездить, просто на самом деле технические были проблемы. К сегодняшней гонке тоже хотел, а дошёл вообще очень серьёзно, так как надо было замазать ту неудачу. Ну, в первом заезде просто четвёртой дороге, там Витя Кулаков ехал. Он очень быстрый был сегодня, он меня вывез. Ну, а дальше было тяжело в первом заезде что-то сделать, потому что дорожка была мокрая и разгоняться было очень тяжело. В дальнейшем Кудряшов на треке был королём дороги и в итоге принёс в копилку команды больше всех очков. 13. Хорош этим июньским вечером был и поляк «Гала». Это была волшебная гонка. Нас поддерживали великолепные фанаты. Рад, что принёс команде очки на стадионе самого высокого мирового уровня. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Успехи поляка, имея в виду не в русском языке, а что куда важнее на треке, уже по достоинству оценили и болельщики. Хороший, отличный гонщик Адриан Гау. Но я думаю, что лично моё сугубо личное мнение, что мы бы, наверное, в этом году справились без легионера. А решение принято. Ну, как сказать, принял клуб, значит, у них есть на то какие-то определённые согласия с другими. В этом году просто так сделали. Ну, почему бы нет? Интересно. Европейские гонщики всё же. Ну, легионеры обязательно нужны, конечно, на эту зрелищность добавляют. Плюс молодые гонщики на них смотрят. Где-то какие-то хитрости у них могут узнать, увидеть. Вот. Ну, а Адриан, он молодец, большая умница, я бы сказал, молодой и перспективный гонщик. Нам он очень подходит, я считаю. В середине гонки галасы товарищи уверенно лидировали в счёте, казалось, без шансов для соперников. В этом году прям очень ровненький состав, такой прям руководство Мегалады прям допилили. Допилили с помощью легионера, поэтому у нас практически все гонщики возят очки. И вот как раз это и создаёт такую общую картину, общий счёт. Стабильность и глубина состава у Мегалады позволяет тренерам команды больше варьировать комбинациями гонщиков, тогда как тем же лидерам Башкирии приходится, по сути, без отдыха раз за разом выходить на старт. Я ехал, получается, шесть заездов. Сегодня очень жарко. И жарко не только мне, но и двигателю. Двигатель, получается, работает в перегреве, то есть ослабеет. Плюс я сам тоже особо съехал, отдышался, всё, дальше поехал. Вот. Да и команда Мегалады, они ехали нормально, каждый работал, каждый докладывал очки. И, получается, и сами отдохнули, и двигатели у них отдохнувшие были. Вот. Ну, как бы вот в этом была небольшая сложность. К чести гонщиков Башкирии они до последнего пытались переломить ход поединка. Интригу в котором возродил Денис Гизатуллин, вступив в спор за очки в роли Джокера, он в результате добыл команде 15 баллов. Но один гонщик, если он и Джокер, на треке не воин. Усилий Дениса для общего успеха не хватило. Я думаю, всё равно ещё пока наката, я думаю, не хватает. Ну и в Толяте сейчас новую насыпку завезли. Немножко дорожка другая. Даже с прошлым годом сравнить, она другая. Если даже ребята кто-то помнит, как в том году там ехал на стройки какие-то, там что-то было с прошлого года, то они уже сегодня не работали. Пришлось ещё на это время потратить. Не только настроиться на гонку, на борьбу, но и попасть сразу в настройки. После финального заезда в активе «Башкирия» набралось лишь 32 очка. Подопечные Олега Кургускина в свой актив занесли баллов почти вдвое больше – 60. Гонка не была лёгкой на сегодняшний день. Соперники очень сильные, правда. Ну и наша команда в этом году показывает очень хорошие результаты. Каждый спортсмен в команде «Мегалада» очень серьёзно подходит к результату. Очень сплочённый коллектив, все друг другу помогают, подсказывают. Ну и такой атмосферный дух есть в команде. И поэтому, я думаю, большой такой результат в сегодняшней гонке был. Но соперники тоже показали нам, дали нам потеть, как сказать, говорится. То есть было трудно тоже сопротивляться. Сегодняшняя дорожка тоже была очень трудная. И мы справились. Самое главное, что все едем домой целые, здоровые, на семейный ужин. Одержав в командном чемпионате России очередную победу, «Мегалада» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Продолжение программы, дорогие друзья. Прямо сейчас мы расскажем вам о других интересных событиях мотоспорта. Самым ярким событием минувших дней стала победа Глеба Чугунова. Молодой гонщик «Мегалады» в блестящем стиле выиграл первый финал личного чемпионата мира среди юниоров, который прошёл в Польше. Развитие успех «Тольятинец» получит возможность теперь только в сентябре в германском городе Густров, где 14 числа состоится второй этап соревнований. В завершении программы мне остаётся напомнить вам, что 20 и 21 июля в Тольятти на стадионе имени Анатолия Степанова состоится финал командного чемпионата мира по спидвею, в котором примут участие гонщики из России, Дании, Великобритании, Польши, Германии, Швеции и даже такой далёкой страны, как Австралия. Это надо видеть. Билеты в кассах ещё имеются. Не упустите свой шанс лицезреть воочию на треке лучших из лучших. На этом наша программа финиширует. С вами был Евгений Тюргашкин. Встретимся ровно через две недели. Всем мега привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова